Дорогие братья и сестры, эти значимые для всех верующих дни ассоциируются с милосердием, состраданием, благотворительностью. А главное, с безмерной покорностью Всевышнему. Мусульмане всего мира совершают обряд жертвоприношения, символизирующий искреннюю преданность своей вере. Курбан-Байрам, объединяя верующих, воспитывает в них не только бережные и уважительные отношения к истории священного праздника, но и доброе, милосердное отношение друг к другу. Помимо прочего, Курбан-Байрам – это праздник, знаменующий окончание хаджа. К сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса мусульмане всего мира, кроме верующих из Королевства Саудовской Аравии, не имели возможности соблюсти пятый столб ислама. Хадж, мира, здоровья и милости Творца всем вам, дорогие братья и сестры. С праздником Курбан-Байрам говорится поздравление. Жителей Дагестана поздравил также и руководитель Республики Сергей Меликов. На протяжении многих веков этот светлый праздник служит духовному сближению людей на основе ценностей самопожертвования, послушания, смирения, милосердия. Принося искупительные жертвы, верующие очищают души и сердца, укрепляют веру в добро и справедливость. Эти качества имеют особую первостепенную роль и в деле поддержания межконфессионального, межнационального мира и согласия в обществе, укрепления моральных устоев, нравственного воспитания подрастающего поколения. Говорится в поздравлении Меликова, опубликованном на официальном сайте главы Дагестана. Кульминация праздника Курбан-Байрам – заклание жертвенного животного. Для проведения этого обряда Мухтия Дагестана совместно с администрацией Махачкалы подготовил специальные площадки. Они расположены за чертой города. Как и в каких условиях проходит священный обряд, узнавал Курбан Рагимов. Совершить обряд жертвоприношения сегодня можно без больших хлопот. Для этого достаточно приехать на спецплощадку, где организаторы постарались максимально упростить всю процедуру. Здесь человек может прийти и выбрать жертвенное животное, а буквально в двух шагах отсюда есть зона для разделки и закалывания. Приносить в жертву можно разных животных, но основной спрос, как и всегда, на мелкий рогатый скот. Барашек везут из разных районов республики, некоторые привозят и из соседних регионов. В пределах где-то 10 тысяч стоит одна голова, а вес в среднем где-то 25-26 килограммов. Чисто считается, что мраморное мясо калмыцкое, оно можно и без хлеба кушать. Вот горное мясо, оно жирное, но чуть-чуть притерное, понимаешь? А это такое, можно просто хлебом, без хлеба кушать. 25 лет вы там по счету? Да, я вот с 85-го года в Калмыкии живу. А так сами выходите отсюда? Да, я из Дагестана, Чародинский район, Сулагилип. Где ты пошел? В каком районе? Левушиский район. Поясы там по-разному есть. Ну, 56, 40, 48, 45, по-разному есть. А чистого мяса сколько? А чистого мяса 25 килограммов будет там. Отлично. Примерная цена какая у них? Ну, примерно цена вот здесь 8, 7500, 8500. Выбор на этой площадке большой. Всего порядка 8 тысяч голов. Подобрав жертвенное животное, верующие направляются на место для закалывания. Здесь его режут по всем нормам ислама. После заклания и разделки туши мясо обычно делят на три части. Себе оставляют только одну. Большую часть раздают соседям и малоимущим. А из оставшегося готовят еду для гостей. Поздравляю всех мусульман с праздником Куман-Байрам. Пусть Аллах примет всех жертвоприношения, как принял премешение Ибрагима, айс-салям. Все от души, все хорошо, зарезали, разделали, идем сейчас домой. Будем раздавать, иншаллах. Отмечать праздник. Пусть Аллах примет. Это мусульманский праздник, поэтому приехал, который мне сказали цену не торговался, ничего, взял. И еду ее резать на праздник. А дома где-то будете резать? Да, да, да. Ну, устроило все вообще? Да, меня устраивает, как бы что ни было. Хорошо организовано это тоже. И что пожелаете всем мусульманам, всем дагестанцам? Всем дагестанцам пожелаю побольше имана. И чтобы Аллах простил всем грехи. И побольше талбу, чтобы люди делали. Хочу зарезать кулбан первый раз в своей жизни. Надеюсь, в следующем году, в дальнейшем тоже будет такая возможность. Всех дагестанцев хочу, всех мусульман хочу поздравить с этим замечательным праздником, чтобы был талфик у всех, резать баран. Для желающих отведать самую благодатную пищу на площадке есть столовая. Волонтеры готовят ароматный плов, варят мясо и бульон. В общем, организаторы постарались устроить здесь праздничную атмосферу. Здесь около суши, 8 тысяч голов, волонтеров 250 человек где-то. И более 300 человек, которые режут и разделывают мясо. Человек может приехать и просто постоять рядом, ничего не трогая. Ему прочитают такфир, зарежут животное, потом разделывают. Куда надо садака тоже отдадут и свое мясо тоже он может забрать. Спецплощадка для забоя жертвенных животных работает также и в районе бывшего ипподрома. Те, кто не успел совершить жертвоприношение прямо в первый день праздника, согласно канонам ислама, могут совершить это еще в течение трех дней. Курбан Байрам – это праздник в каждый дом. Около 20 тысяч малоимущих семей в Дагестане получили жертвенное мясо. Крупную благотворительную акцию организовал фонд «Инсан». Большая работа была проведена фондом «Дистанционно». Подробности расскажет Хамзанур Магаметов. На Хачкалинске мясокомбинат работает с утра. В праздничный день здесь десятки людей. Они проводят обряд жертвоприношения. Все по нормам ислама. После закалывания внутри здания происходит разделка туши и распределение мяса. Все достаточно оперативно. Волонтерам помогают автоматизированные машины. Около 4 тысяч человек стали участниками акции мяса в каждый бедный дом. Они подали заявку в фонд «Инсан» и оплатили за ягненка. Благодаря им свежим мясом обеспечили более 17 тысяч малоимущих семей. Такую же масштабную работу проводят все наши представительства, которые находятся во всех муниципалитетах, в городах и в районах центрах. То есть такая активная работа сегодня по всей республике проводит «Инсан». Доставить на дом жертвное мясо помогают добровольцы. Милостыню передают прямо в руки подопечным. Помните, вам поздравляю с теми баранами. Спасибо, вам тоже самое. К акции присоединился и сенатор Сулейман Керимов. Он пожертвовал 5 тысяч баранов. Это мясо через фонд «Инсан» также получили остронуждающиеся люди. Прием заявок на проведение обряда жертвоприношения продолжается. То есть еще на протяжении трех дней фонд «Инсан» будет проводить обряд жертвоприношения. То есть люди еще могут успеть принять участие. Есть тоже необходимость участия волонтеров, потому что, как мы сказали, большое количество семей будут получать адрес с доставкой на дом мяса. В эти жаркие дни в Махачкале организована бесплатная раздача холодной воды. По данным МЧС, столицу вновь ждет повышение температуры. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, могут подняться до 43 градусов. Жителям и гостям столицы рекомендуется избегать длительного нахождения на солнце, использовать зонты или носить головные уборы, также пить больше воды. На общественных территориях, по поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева, с 18 июля возобновлена бесплатная раздача холодной бутилированной воды. Волонтеров можно встретить в парках Ленинского комсомола и 50-летия октября, у озера Агель и в сквере по улице Гамидова, а также на пересечениях некоторых центральных улиц. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя, всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok